Данное видео создано в развлекательных целях, всё показанное сегодня в Плодиброзе. И, к слову, был найден последний ингредиент. Я смотрю, вы тоже подготовились. Однако... Пройдёмтесь. Пройдёмтесь. Месси, как вы относитесь к помидоркам? Помидорки – это величайшая благодарность. Всем привет! С вами Штребух. Я, как обычно, насобирал большое количество еды из помойки. И сегодня со мной помойный лист приехал он из Москвы. И он никогда не ел еду из помойки. У него даже есть свой канал на ютубе, в котором он показывает, что можно найти и купить на металлоприёмке за копейки. Он в этом деле эксперт. Но в плане еды, он не особо эксперт, ведь еду из помойки он никогда не дегустировал. Поэтому сегодня я его посвящу в это дело. Я надеюсь, что ты не протянешь педали. Итак, ребятки, я думаю, нужно приступить сперва к мясным блюдам, а потом плавно перейдём к десерту. Всё по стандарту, всё как обычно. И, кстати, братва, помоечка снова кормит. Право выбора предоставлю гостю. Выбирай продуктик. Фух. Ну, честно, симпатизируют колбаски. Поэтому возьму, попробую сосиску из помоечки от бренда Черкизова. И по запаху довольно-таки неплохо. И думаю, пора попробовать. По-моему, отлично. Очень даже вкусно. Просрочено, нет? По-любому. Годен до. Ребятки, а сосиски-то просрочены. Срок годности до 19 декабря 2019 года. То есть сосиски просрочены больше, чем на полгода. А кушать можно. Следовательно, сплошная химия. Самое главное, не обосраться. Итак, теперь дегустирую я. Что же мне интересно? Так это вот это. Детский биолакт. Зелёное яблоко. Срок годности до 24 мая 2020 года. Ну такое, пюре какое-то детское. Хочешь попробовать? Обязательно. Годно? Что же это? Я сказал, мы с мясных блюд-то начнем. А начали с пюрешки и сосисок. Я думаю, пора продегустировать вот эти сарделечки мясные. Надеюсь, пахнуть будет нормально. Срок годности до 11 августа. Понюхай чуть-чуть. Сразу в сторону, ребятки. Можно протянуть педали. Здесь еще и сосисочки папа может. Называются шпикачки. Срок годности до 14 августа. Здесь остается только лишь молиться. Ну, на грани, господа. Папа может протянуть педали. Пахнет кислинкой. Мошка дохлая вот здесь лежит. Вот. Но я все-таки могу дать им шанс и продегустировать. Нет. Ну, понюхай. Кислинкой отдает. Чувствуешь нотки? Да. Она еще и кислая на вкус. Если есть риски протянуть педали, мы все-таки не будем рисковать, так как жизнь все-таки одна. А сосисок много. Так, ребят, в следующем, я думаю, продегустируем, что это? Йогурт с клубникой от бренда... Ланд Ли Эби. Ланд Ли Эби, да. Насколько он просрочен, он годен до 9 месяца 2020 года, а это означает, что он еще не просрочен, потому что он годен до 3 сентября. Открываем. Пахнет превосходно. Да, кстати. Думаю, что с ним все в порядке. Ну да, он действительно вкусный, просто катышки вот эти. Да, он превратился в такую массу неспроста, потому что он был замороженный. Я еще помню, когда на ленте его нашел, он был в форме льда. Так же, как и вот эти колбаски и сосиски. Употреблять можно, в принципе, вкусно. А вот это уже, ребятки, пушечный заряд для ануса. Здесь уже можно знатно обосраться, месье. Я думаю, первый за ним будет двой. Ну, норм. В принципе, отдает нормальной колбасой, но чувствуется нотка опасности. Ой. Руки, ребят, жестко воняют. Я в шоке, пипец. Эта колбаса, она вот реально жесткая. Здесь еще есть одни сосисочки, тоже на закуску. Пахнет ничем. Ну да, кстати, вообще запаха нет. Это как такое возможно? О, а сейчас уже чувствуется кислинка. А я вообще не чувствую. Не надо. Забирай свои слова обратно. Они превосходны. А сосисочки-то просто изумительные. Итак, есть еще одни. Но вид у них вообще очень омерзительный. Посмотрите. Молочные сосиски. Они какие-то как будто желтые. Не кислинка отдает, однако. Братва, кстати, ссылочка на этого отчаянного парня будет в описании. Он приехал, представляете, из Москвы, чтобы со мной продегустировать еду из помойки. Ты реально смелый. Серьезно. От души. А теперь давай. За встречу. Давай. Итак, есть у нас еще вот такая тема на тарелочке. А знаете почему? Потому что упаковка была порванная. В общем, из этого карбоната вытекал сок. Смотрите, какой сочный, ребят. Из него прям можно воду выдавливать. Ребят, кислинкой отдает, кстати. Охуй, дорогая. Нет. Нет, он очень сильно просрочен. Очень кислинкой отдает. А из колбасного я бы хотел бы попробовать вот этот вот ореховый сервелат. И у меня как раз припасен для этого нож. Сейчас мы его вскроем и посмотрим, насколько ему плохо. И будет ли плохо после него мне. Ну, пахнет сервелатом. Пахнет сервелатом. Как ни странно. Отрежем небольшой кусочек. Спасибо. Олеговый сервелат немножко отдает кислинкой, но в целом годенку к употреблению. О, бэйби. Это очень вкусно. Это очень вкусно. А ореховый сервелатик хорошо идет с известным русским напитком. Исконно русский напиток великолепно подходит данному сервелату. Возьму его на ногу. Тихо. Ха, колбаска выходит. Ребятки, снимаю шляху и склоняю колено перед всеми этими продуктами, потому что я реально их насобирал примерно за три дня на помойке. Вы посмотрите, какой нехилый улов. Колбаска, конечно, не очень, но я думаю, настало время перейти к вот этой части стола. А здесь уже стоит. Вот, допустим, вот этот творог зернистый с черничкой. Срок годности до 7 июля. Не, ребятки. Максимум, что здесь можно попробовать, так это вот это чернипочное варенье. А варенье реандатки реально изменительное. Но творог зернистый, конечно, подвел. А что тебе приглянулось на этом столе? А мне понравился вот этот замечательный сырок из ленты. А дашь ты ли мне кусочек? Конечно, держи. Спасибо. Я думаю, сырок можно употребить с перепродившим виноградным соком. Великолепное сочетание. Видите, что-то плавает. Вино просто изумительное. Пить можно. А сейчас я выберу продукт наугад известным способом. Закрою глаза и просто сделаю выбор своей рукой. А это у нас потапыч мед липовый. Ну, думаю, что с ним все нормально. Вы не поверите, но мед пахнет медом. Ты еще скажи, что он сладкий. Очень сладкий, вкусный. К чаю зайдет великолепно. Ребятки, смотрите. Фруктонняня детский йогурт. Срок годности до 8-23-2020 года. Пахнет вообще превосходно. Йогурт я очень сильно люблю. Йогурт с комками. Употреблять его можно, но не советую. Потому что просраться можно со свистом. О следующем, я думаю, нужно протестировать молоко. Домик в деревне 3,2%. Срок годности у него до 23 мая 2017 года. Однако это ультрапастеризованное молоко и полностью запечатанное. Возможно, нам повезет. Момент истины. Вы не поверите, пахнет обычным нормальным молоком. Но мне кажется, оно болькое. Фу, какое же оно мерзкое. Фу. Если выпьешь это молоко, то будет туалет недалеко. Это точно. Братва, такое я еще никогда в помойке не брал. Сейчас, в принципе, такие времена, что можно даже сухарики брать и запасаться на зиму. Собственно, в этом пакете целый пакет сухарей. Я не знаю, возможно, их сушили какому-нибудь зеку для передачки на зону. Обычные сухарики, очень даже вкусные. Я думаю, их нужно посыпать вот этой приправой. Была найдена вот эта приправа прям так в баночке. Пахнет просто изумительно. Поэтому вот он, простой рецепт домашних сухариков. Великолепно. А это я, пожалуй, тебе передам. Итак, ребята. Сыр твердый. Палермо. Годен до 6 дня, 10 месяца, 20 года. Так он еще и не просрочен. Пахнет сыром. Спасибо. Да, нормальный сыр. Отличный сыр, господа. На помойке можно урвать замечательную продукцию. А как же? Вот эти грибочки. Неужели мы их не продегустируем? Они, видимо, с уксусом. И, видимо, что-то подозрительное в этих грибочках. Но их здесь подозрительно мало. И это, кстати, шампионы. Я думаю, можно парочку их слеть ножом аккуратненько. Восхитительные. И рассольчик грибной вкусненький. Для следующего блюда нам понадобится вот эта открывашка и две ложечки. Вот эти грибочки сводили меня с ума уже примерно дней 5. Я их еще давненько нашел. Мы приберем для обзора еды из помойки. О! А пахнет-то как. Бери ложечку. Ммм. Какие они добрые. Великолепный грибочек. Очень вкусный. Возьми. Это у нас творожный сыр Хохланд со сливочным вкусом. Пахнет вроде нормально. Но тут плавает какая-то жижа. Уже отстоялся конденсат определенный. Но это не проблема, потому что эту лактозу нужно перемешать. Блядь, выходи отсюда! Фу, блядь, блядь! Уходи отсюда, блядь! Пошел вон! Ну спасибо, блин. Ты хочешь, чтобы меня совсем стошли? Что? А знаете что? Здесь на столе лежит вот такой вот непонятный салат. Написано, приятного аппетита. Ну спасибо. Пахнет, кстати, вообще превосходно. Здесь тертая капуста, и еще есть небольшое количество какого-то перца. Ну, вообще вкус какой-то непонятный. Ну, обычные какие-то овощи. На самом деле, очень отвратительно. Братва, а вот здесь лежит Несквик. Я думаю, вы все его заметили. Я не знаю, кто может его не любить. Пожалуй, все мечтают поесть Несквика. Я вот в детстве видел рекламу Несквика. Я думал, это что-то прям божественное. Ну что, ребята, продегустируем Несквик. Я надеюсь, он такой же божественный, как и в детстве. Кучно. Несквик такой же, как и раньше. Ребятки! Я думаю, пора попробовать вот эту шоколадочку. Вы просто посмотрите. Вот такую шоколадку я никогда в жизни не находил. Это просто огромнейшая плитка шоколада на 1 килограмм. Натуральный шоколад. Делюкс. Годен до 25.02.2019 года. Я думаю, шоколаду абсолютно ничего не будет. В крайнем случае, он может просто побелеть от старости. Открыл, блин. Капец, даже банка не выдержала такого давления. Офигеть. Смотрите, ребятки, тут такой конвертик интересный. Прямо раскрываешь и как айфон распечатываешь. Охренеть. Такого еще никто не находил. Ты реально отбитый чувак. Шоколадка просто великолепная на вкус. Сам шоколад, конечно, не сравнит с альпенгольдом по качеству. Но, в принципе, учитывая то, что это досталось на халяву, употреблять можно. И реально уши заворачиваются. А поскольку шоколадка дала жару отечественным помидорам, пора продегустировать их. Только для начала их нужно доскрыть. Помидорки великолепные. А тебя не смущает то, что они газированные? Капец, они даже слегка горчат. Очень много газов. Не знаю, как ты это сразу не почувствовал. Видимо, ты действительно помойный лис. Здесь целая бутылка запечатанной водочки. Пять озер. Кто хочет купить водочку, ссылка на водочку в описании. Она даже, кстати, ребят, без дозатора. Ребята, поскольку я спец по алкоголю общепризнанный, поэтому я продегустирую водку пять озер. А закуску? Да, можно занять их принц. Как говорилось в великом произведении Шолохова, судьба человека после первой не закусываю. Какая-то вторая. Знаете, что хочу? Вот эти Яшкина вафельки, глазированные с орешками. Они просто изумительные. Слава богу. Братва. Итак, смотри. Сколько здесь упаковок. И это, оказывается, авокадо. И оно даже не гнилое. Я, кстати, авокадо не особо люблю, но на халяву из помоечки. Залейте, просто смысл. Патологоанатомия. Авокадо пришел полный конец. А еще я чуть не забыл про краковскую колбаску, которая с краюшкой лежала неприметно. Фу, блин, мне, ребят, воняет кислинкой. Вот понюхай. Как есть. Это есть невозможно. А вот уже заявочка на посещение. Толчка, ребят. Хочу подсластиться вот этим соусом. Сладкий чили от бренда Сенсой. Ох, но запах моего пердежа намного жуще. Сладенький, реально. Перца почти не чувствуется. А еще здесь есть вот такой вот йогурт от бренда Лэн Блиуэйри. Вот, с черничкой. Да. Но я потому что не понимаю, как это объяснить. Йогурта с комочками. Теперь просер точно обеспечен. Еды было много, но охота под корм. Я думаю, настало время подкормиться. Микро-поп. Катлисос. Солью. Попкорн. От бренда Мудуи. Его нужно погреть в микроволновке. Мы в шоке, ребят. Сейчас произошел взрыв. Подкормка взорвалась. Ребятки. Спасибо всем за ваш просмотр. Ставьте лайки, если понравился этот видос. Пишите в комментариях, как вы думаете, через сколько мы просремся после этой дегустации. С вами был Помойный Лис. У него есть канал на ютубе, где он на металлоприемках покупает вещи за копейки. То есть компьютеры, системные блоки, моноблоки, оперативки, процессоры. В общем, по ссылке в описании заходите и прицените контент. Увидимся в следующих видео, а также на стримах, которые у меня почти каждый день в 12 часов ночи. Всех жду. А если поставишь колокольчик, тогда тебя точно не съедят бомжи.